Дети в красный вековый тревогер из России, город Подольск, Николай Потапов! Продолжается вечер профессионального бокса в Екатеринбурге. Главное событие вечера это поединок нашего Михаила Алояна против южноамериканца Золани Тетэ. Ну а это один из поединков андеркарда. Российский боксер Николай Потапов сейчас на наших экранах провел 20 поединков, Николай в 18 одержал победы, 9 из них досрочно, 1 потерпел одно поражение нокаутом и 1 ничья. Имеется в послуженном списке Николая, довольно большое время живет в Штатах, там же проводил последние поединки. Ему 22 года, рост 162 сантиметра, 56 граммов, 800 граммов, профессиональный рекорд, 9 боев, 6 побед, 4 одержаны нокаутом, 3 поражения. Хумариун Рустамов! Его замерлик Крапуту, боец из города Подольска, Россия, ему 28 лет. Рост 165 сантиметров, вес 56 килограммов, 200 граммов, профессиональный рекорд, 20 боев, 18 побед, 9 одержаны нокаутом, 1 поражение, 1 ничья. НИКОЛАЙ ПОТАПАВ! Проферерент Юрий Копцев. Ксений. 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 Своё единственное поражение Николай Потапов потерпел в поединке против Амара Нарвайса. Дело было в Аргентине в октябре прошлого года, но практически ровно год назад. Тогда отказался от продолжения борьбы Николай Потапов после седьмого раунда. После этого одержал разминочную победу над Александром Салтыковым, боксёром с послуженным списком на тот момент, состоящим из 11 побед и 45 поражений. Ну и вот теперь вышел на бой с Хумаюном Рустамовым. Очень хороший темповой боксёр, родившийся в Подольске, сейчас проживает в Нью-Йорке. Потапов обладает прекрасным ударом с обеих рук, любит проводить многоударные комбинации, и очень хорош на ногах. Но вот вопрос, в каком сейчас состоянии пребывает Николай. Бой с Александром Салтыковым, который завершился победой Николая в третьем раунде. Десяти раундового поединка, и, разумеется, ответов на эти вопросы нам не дал. Поэтому сейчас будем ожидать какого-то перформанса от Николая. Если он желает вернуться в погоню за титульным боем, хотя бы за элиминатором, нужно здесь что-то такое интересное показывать Николаю. Боксёром, повторюсь, многообещающий. Поэтому ждём. Да, ну интересно, что продемонстрирует нам Умаюн Рустамов. Как он сможет... Что он сможет противопоставить. Такое достаточно активное начало. Соперники не стали тратить времени на разведку. Что обнадёживает, так это в очень жёсткой модели. Хорчаток вышли в ринг оба боксёра. Поэтому есть у нас основания подозревать, что нокаут или досрочное окончание боя здесь вполне себе возможен. Хороший джеб у Потапова. Это мы видим на первых минутах стартового раунда. Раз за разом. И соперник российского боксёра к этому, оказывается, не готов. Съедает. Да, съедает. И самое главное, не успевает потом контратаковать. Все удары Рустамова летят мимо. Вот здесь неплохо взорвался в своей серии Рустамов. Да, и левый сбоку там был неплох. Но и снова джеб мощный. На шаге пробивает Потапов, вкладывая туда весь корпус, инерцию тела. Очень неприятное такое попадание для соперника Потапова, разумеется. Рустамов много промахивается. Очень много. Но в первую очередь, это, конечно же, заслуга самого Николая Потапова, что он не позволяет себя бить, чувствует удар оппонента, подныривает под них или просто уходит из опасной зоны. Десять секунд. Мы слышим голос Юрия Копцева, сигнализирующий о том, что десять секунд осталось до конца этого раунда. Вот и гонка. Ну что ж, говорили мы с вами, Роман, о том, что этот поединок будет богатым на события. Ну и, пожалуйста, первый раунд здесь внушает нам в определенной степени оптимизм. Да, конечно же, первый раунд проходил с преимуществом Николая Потапова. Ну, тут, наверное, сложно подумать, что было бы как-то по-другому. Но побыстрее, конечно, Николай Потапов уровнем повыше. Еще раз подчеркиваю, что за счет своего грамотного перемещения на ногах, за счет своей работы корпуса, ну, в принципе, общей чувствительности, как бойца Николай Потапов опережает соперника, заставляя его бить мимо цели, что, конечно же, будет лишать его уверенности, будет лишать его сил. Ну, хотя, вот мы видели, что левый боковой от Хумаюна Рустамова зашел в цель разок. Ну, это, скорее, такой локальный успех. Видели мы Марка Ионовича Мельцера в углу Николая Потапова. Это специалист с колоссальным именем и колоссальным вкладом в российский бокс и кикбоксинг. Долгое время работал в клубе Китек. Ну, и, наверное, главный ученик Марка Мельцера – это Роман Романович Романчук. К сожалению, он и непокойный, заслуженный мастер спорта. Потрясающий боксер, который, к сожалению, не сумел реализовать на полную свой выдающийся поистине талант. Итак, второй раунд. Продолжает очень активно раздергивать соперника Николай Потапов. Пытается серийно контратаковать Рустама. Но все видит Потапов. За счет прекрасной работы на ногах и чувства дистанции без проблем каких-либо уходит российский боксер от этих выпадов своего соперника. Хорошо, по туловищу пробил полу. Нажимай Николай. Держишь, держишь. Ну, это не серьезно просто. Боюсь, соперник от такого уровня, как Николай Потапов. Бросать такие удары. Держишь. С серьезным звуковым эффектом, но физически... Ну, как бы он еще добавлял бы эффекта реального. Да, к сожалению, здесь звуковой эффект гораздо мощнее реального эффекта. Ну, кстати, немного снизил активность Николай Потапов по сравнению с первым раундом. Гораздо меньше ударов он выбрасывает и еще меньше попадает от этого. Ну, как мне кажется, Потапов очень грамотно сейчас действует. Но если хочет узбекский боксер помахать, ну, пожалуйста, чего мешать человеку? Тратит силы. Да, безусловно. Кумаюн Рустамов вот в этих атаках, которые летят по воздуху. Да, КПД это так раз трат нулевой просто. У него здорово, да? Вот просто два удара выбросил Потапов практически за весь раунд и оба в цель. И очень плотно. Да, просто местами разбирает уже. Во втором раунде Николай Потапов своего соперника. Не поддавливай. Держишь, держишь, вижу. Блин, стендбак. 15 секунд до завершения раунда снова. Мастерский уходит от атаки своего соперника Николая Потапов. Еще и навесил он его с правой руки в затылок, чтобы жизнь Малины не казалась. На выходе из клинча лево-боковой. И второй раунд завершен. Классная работа от Николая. Очень нравится. То, что демонстрирует в ринге этот парень. Но тоже не молод. 28 лет Николаю. Нужно активизироваться. Потапову по потенциалу. Это, несомненно, боксер, который может успешно оспаривать самые высокие титулы в своей весовой категории. Нужно добраться до них так точно. Тяжеловато приходится Хумаюну Рустамову. Да, и дышит тяжело. И, видно, мышцы уже подзалились. Но он намахался в сласть Хумаюну. Особенно во втором раунде. Как бы там Потапов не простудился. Летели. Перчатки. По воздуху. Встреча с игроком. Ну и подловил левому звуку. Посмотрите, здорово. И попал еще раз. Да, так плотно начинает этот травм Николай Потапов. За первые 20 секунд уже 3-4 очень мощных и, главное, точных удара зашли. Ну и по-человечески жали Хумаюна Рустамова. Издали не получается. Пошел драться и здесь, в общем-то, в размене. Накормили, да. Да, как следует ему все объяснили. Не совсем понятно, что делать. Хумаюновым рассчитывать на лаки-панч. Разве что. В каждой фазе этого боя Потапов лучше на две головы. Ну и прекрасная работа на челноке. Предопределяет во многом успех Потапова. Посмотрите, как он здорово выдергивает на себя. Вот вопрос только в том, что уже выдернувшегося соперника нужно оповарить как следует. Вот с этим у Николая не всегда получается. И во многом поэтому Хумаюн до сих пор на ногах. Да, хотя, конечно, вот соглашусь, выводит своего оппонента на удобную для себя дистанцию. На атаку очень грамотно Николай Потапов. И лезет, лезет, ведется на эти трюки и уловки Рустамов. Хорошо Потулов еще пробивает Потапов. Да, и смотрите, как локоть прилип моментально к правому нижнему подреберью у Хумаюна Рустамова. Но вот сейчас, видимо, спазм подотпустил немного и пошел вперед узбекский боксер. Но с характером ты лучше здесь точно в большом порядке все. В боксерских умениях только вот вопрос. Да, здесь на одном характере далеко не уедешь. Нужно чем-то подкрепить. Нахватал в этом раунде, конечно, Рустамов, что и говорить. О, здорово. Под переднюю руку уходит великолепно Николай Потапов. И сдвоенный удар справа. Такой даже с некоторой паузой силовые удары наносил Николай. По печени. Да, эта область по-прежнему еще очень болезненная у узбекского боксера. Единожды пробитая печень становится еще более уязвимой для последующих попаданий. Да, конечно, по плотности удары просто несопоставимы соперников сегодня. Через руку здорово справа Потапов. Левый навстречу. Мужчины. Да, низковато. И снова низковато бьет узбекский боец. Ну, не проходит в корпус и в голову. Ну, куда еще остается бить-то? Бакс. Третий раунд подходит к концу. И снова доминирующее лидерство Николая Потапова. Вот в редкие моменты удается просунуть свой удар в клинче узбекскому боксеру. Видимо, что очень тяжело приходится Хумаюну. И какие-то переговоры там идут в углу. Не исключено, что на четвертую трехминутку Рустамов не выйдет. Вот эпизод, когда попал жестко по печени Николай Потапов своему сопернику. Но вроде бы нет. Привели Хумаюна в чувство. Готовится он к продолжению боя. Ну, и Марк Мельцер дает уставление своему подопечному в преддверии старта четвертого раунда. Дышит Николай Потапов с физической готовностью. Здесь все в порядке. Ну, и, судя по всему, на кураже работает Николай. Все получается, все видит, все чувствует. Почему не получить удовольствие от поединка? Ну, и Николай его, судя по всему, как раз и получает. Итак, четвертый раунд. Уверен, получаете и вы. Так, перестрелка джебами. Правый навстречу. Очень коварный удар наносил сейчас Николай. Но вот едва-едва он не оказался точным. Еще, еще. Пошел вперед Хумаюн Рустамов. Видимо, накачка в углу сделала свое дело. Но не очень пока что Рустамову это помогает. Здорово. Работает навстречу. Потапов сейчас классно ушел от джеба. Пробил левую снизу. Поднял прямо голову своего соперника. И не хватило там правого бокового. Не удается никак Хумаюну Рустамову нанести акцентированный удар по своему сопернику. Потапов несколько раз очень здорово приложился. Вспоминаем в первую очередь удар по печени из предыдущего раунда. И можно повторить. Стоп. Подготавливает раз за разом Николай Потапов. Иди туда. Соперники к тому. Еще раз ударишь. Я сниму бал. Окей? Давай, почище. Я тебя очень прошу. Поспокойно. Время. Да, сейчас сделаю я паузу, чтобы мы могли услышать, что Юрий Копцев сказал Хумаюну Рустамову. Но здесь исчерпывающе со стороны рефери. Еще один удар по затылку и минус бал. Перспективы очень четко обрисовал Юрий Копцев. Грязноватый бокс. Но, наверное, в этом и есть единственный шанс Хумаюна Рустамова для того, чтобы еще оставаться в деле. И вот этим умудряются кое-какие сложности для Потапова привнести в ход этого поединка боксера из Узбекистана. Здорово. Напережение правой. Тут же левый джеб. Повторный удар с передней руки. Не дошел до цели. Да, на выбор работает. Николай. Никаких секретов, я думаю, для него уже не осталось в его сегодняшнем сопернике, в его манере боя. Поэтому технично делается свою работу Николай. Здорово сейчас подловил Рустамова ударом справой навстречу. Но устоял Хумаюн. Хотя показалось, что ножки немного подогнулись. И лишь повиснув на своем сопернике, он удержал равновесие. Вот сейчас пришел себя. Ну и пожалуйста. Скорее всего это глухой нокаут. Прикармливал Потапов своего соперника к этому удару. И вот все-таки не сделал никаких выводов Хумаюн Рустамов. И тяжелое попадание Николая ставит точку. В этом поединке продолжает лежать неподвижно Хумаюн Рустамов. Ни в силах пошевелиться, подняться. Об этом речи даже нет. Вот так. Ну, Марк Мельцер, я думаю, может быть доволен. Ну и вот так. Подольский чемпион. Красивым нокаутом заканчивает этот бой Николай Потапов. Сейчас мы увидим фрагменты. Ну и вот решающий удар. Буквально за 15 секунд до этого в очень схожем эпизоде пропустил Хумаюн. Никаких выводов не сделал. Ну и пожалуйста. Правым через руку навстречу. Ну, здесь просто сокрушающие силы попадания нанес Николай Потапов. И даже забетонированная голова не смогла бы выдержать такой удар. Ну, вот продолжает беседовать со зрителем Николай. Тяжело приходится Хумаюну Рустамову. Ну, изначально было понятно, что легко не будет. Ну, сейчас особенно непросто ему после такого нокаута. По-прежнему остается благодарить своего тренера Марка Мельцера, Николая Потапов. По-прежнему на конвасе остается Хумаюн Рустамов. Ну, главное, что он в сознании. Все относительно в порядке. Да, поднимается на ноги узбекский боксер. Ну, на протяжении всего поединка не покидало ощущение, что... Ох! Как это по три бота было! Ну, вот три брата. Видите, так мы и прояснили ситуацию. Так вот, не покидало ощущение, что узбекский боксер забрался в ту лигу, в которой он выступать еще не готов. Это было видно с самых первых секунд боя. Ну, и вот, к сожалению, такие вещи в боксе именно, ну, и вообще в ударных единоборствах заканчиваются зачастую вот этим. Нахождением на полу. Слава богу, здесь обошлось без каких-то серьезных происшествий, повреждений. И Николай Потапов одерживает убедительнейшую победу нокаутом, прямым нокаутом в четвертом раунде. Поздравляем! Субтитры сделал DimaTorzok